Привет! Это Михаил Кирченко. Сегодня поговорим про одноэтажный дом площадью 60 квадратных метров. Как ты понимаешь, это очень-очень компактный дом. Поехали! Сразу оговоримся, для кого и для чего этот дом. Так как домик очень маленький, всего 60 квадратных метров, там есть две спальни, кухня-гостиная. Но этот дом, он может быть как и основной, когда, ну, ненужный семье большой дом или бюджет очень ограничен. Он прекрасно подходит для этого варианта. Также этот домик может подходить как гостевой дом, например, когда есть основной дом. А этот домик используется для приезда гостей, потому что он маленький и недорогой. И еще у него есть такая интересная штука. Он достаточно легко модифицируется в баню с гостевой спальней. Иными словами, это такой универсальный домик, а он и сделан максимально универсальным, максимально недорогим и максимально доступным. А еще из-за своих габаритов он влезет на любой участок. Но об этом чуть позже. Буквально на днях произошла очередная история. Нам позвонила заказчица, ее обманул прораб. Он подсунул ей не тот бетон, не той марки, который должен был быть. Кстати, вот эту историю я рассказывал вот здесь вот. И что произошло, как произошло, как с этим бороться. Поэтому не забывай подписываться на наш канал, чтобы не пропускать не только информацию о проектах, но и всякую полезную информацию, которая пригодится тебе на пути к твоему дому. Подписывайся, ставь все уведомления. Если что, задавай вопросы в комментариях. Перейдем к техническим, к характеристикам и линейным размерам. Первое, про что нужно говорить. Дом по главному фасаду всего 8 метров. Кстати, я говорил, для чего этот дом. Он еще точно так же подойдет для очень-очень маленьких, суперкомпактных или суперузких участков. 8 метров шириной и глубиной всего 10 метров. 8 на 10. Высота цоколя стандартная полметра. Почему стандартная? Потому что в текущее время в нашей стране это самый популярный размер. Короче говоря, полметра. Высота этажа 2,5 метра в чистом виде. Почему 2,5? Потому что домик сам по себе маленький. И нет смысла задирать потолки. Это максимально экономичное строительство. Но, несмотря на это, из-за того, что уклон крыши 30 градусов, высота в холке дома 6 метров. Он достаточно высокий. Хотя, опять же, напоминаю, что если смотреть с земли, этого уклона, достаточно крутого, 30 градусов не видно. Внешне это отделка. Максимально, лаконично, все просто, без украшательств. Цоколь отделывается плиточкой, можно под искусственный камень. Стены штукатурятся. Это с самой простой, самой популярной штукатуркой, типа караед. Единственным декором тут выступает обрамление окон. В принципе, для этого дома больше ничего не надо. Окна присутствуют на каждом фасаде. Благодаря вот этой вот обналичке, он будет смотреть симпатично. Подшивка кровли, как я всегда говорю, лучше ее сделать деревянной, что лобовую доску, что подшивку кровли. Но я знаю, что в этом проекте изначально все-таки подразумевались софиты. Крыша стандартная, четырехскатная. Так как у нас чердак неотапливаемый, холодный, на нее изначально была заложена металлочерепица. Но при текущих ценах на металлочерепицу можно, в принципе, спокойно ее поменять на мягкую кровлю. Но разницы не будет. По большому счету, это выбор за вами. Несколько слов об общем архитектурном стиле. Я хочу сказать, что его здесь как такового и нет. Это стандартный, пятистенок, никаких изысков. Все украшательство должно происходить вокруг. Посадите на переднем плане какую-нибудь сосну красивую, по стене пустите виноград. Вот что должно украшать этот дом. Так как в этом доме главная экономичность, все украшательства уходят на задний план. Технологии строительства. Первое. Фундамент. Фундамент – мелкозаглубленная лента. Обязательное замечание, что если есть мелкозаглубленная лента, пожалуйста, обязательно утепляйте отмостку. Они должны идти вместе. Второе. Перекрытие подвала. Ну, даже не подвала, а первого этажа. Это полы по грунту. Стены. Вот здесь вот неожиданно для нас. Это газоблок. Причем толщина стен 300. Это блок вот так поперек. Поэтому в этом доме обязательно применение монолитных поясов. Без них никуда. В принципе, одноэтажное, не очень высокое строение можно спокойно сделать из стен 300. Но, я говорю, это немножко нестандартное для нас решение. Но здесь все во благо экономичности. Стены. Утеплитель от 5 до 10 сантиметров. Почему от 5 до 10? Здесь каждый уже выбирает сам. В зависимости от места проживания, где планируется строить дом. Ну, толщина утеплителя должна рассчитываться индивидуально. Но здесь утеплитель в любом случае используется как подоснова под штукатурку. И хотя бы пятерка, ну, должна быть, ладно, хотя бы тройка, ну, она все-таки должна быть. Тогда штукатурка будет служить долго и счастливо. Декоративные элементы и подшивки, как я говорил, это все дерево. Перекрытие между первым этажом и чердаком здесь выполняется из обычной доски. Можно даже использовать 150 на 50. Там, в идеале, сухая строганная, но хотя бы обработанная. Почему можно использовать спокойно деревянные перекрытия? Потому что здесь небольшие расстояния в пролетах. Доски до 4 метров перекрывают вообще спокойненько. Да, есть минимальное провисание, но, опять же, если вы подшиваете потолок, ну, например, вагонкой или делаете натяжку, вам это никакого значения иметь не будет. Переходим к планировочным решениям. И первое сразу, что мы видим, это большое крыльцо, которое утоплено в дом. Утоплено в дом, чтобы быть под крышей. И, опять же, крыльцо достаточно большое. При небольшой площади дома она фактически 2 метра глубиной. На этом крыльце можно использовать его как промежуточную зону хранения. Иными словами, вы когда приехали, вы туда вещи все сгрузили, а потом уже их там затаскиваете в дом. Заходим в дом, и ни тамбура, ни экспресс-зоны, ничего этого нет. Площадь 60 квадратных метров, поэтому мы сразу попадаем в кухню-гостиную. Подразумевая, что от входа справа слева находятся зоны хранения, шкафы. Мы там разделись, поставили обувь, и мы уже сразу оказались в гостиной, которая переходит в кухню, ну, в столовую зону. Вообще, такие решения очень любят американцы. Из зоны кухни-гостиной мы попадаем в жилой блок, который тоже чуть-чуть имеет небольшое заглубление для лучшей звукоизоляции. Направо-налево две спальни по 12 с лишним квадратных метров, и между ними находится большой санузел, где есть и ванны, и унитаз, и раковина, и все необходимые вещи. Опять же, что нужно добавить? В этом доме нету никаких технических помещений, котельных, постирочных, вот этих всех вещей. Почему? Ну, опять же, смотри выше, все минимизировано. Второе. Данный дом подразумевает обязательно наличие турбированного котла газового, которому не нужна отдельная котельная. Все такие вещи, как там водоподготовка от скважины, например, находятся в самом кессоне, то бишь в самой скважине, и в дом уже подается готовая вода. Площади минимизированы. Кстати, забыл сказать, что кухня-гостиная, она 20, примерно 27 квадратных метров. Много ли это мало? Судить сами. Но я считаю, что для 60 квадратных метров такая гостиная, которая занимает фактически половину всего дома, это просто огонь. Переходим к самому интересному. Сколько стоит дом построить? Вот этот максимально оптимизированный дом, где использовались недорогие решения, на осень 2021 года выйдет вам в white box. Это стены, фундамент, отделка, внешняя кровля, остекление, инженерные системы и предчистовая подготовка выйдет в районе 2 миллионов 100 тысяч рублей. Один интересный факт, когда мы разрабатывали этот дом, где-то года 3 или 4 назад, точно не помню, у нас был бюджет, мы его вкладывали в 800 тысяч, а в white box он тогда стоил 1 миллион 100. Вот настолько поменялись цены. Когда-то у нас был дом за миллион, сейчас его за 2. Но ничего не поделаешь. Это был Михаил Кириченко. Пишите свои вопросы в комментариях. Пока!